В теоретии Факура много доказательств. Не бывает более правильных или менее правильных. Доказательства либо правильные, либо неправильные. Оно, разумеется, правильное. Но доказательства бывают. Более длинными, более короткими. И давайте я сейчас нарисую более короткое доказательство. Давайте я возьму для тех же самых чисел 5,2. Доказательства это проводятся на квадрате размером 7 на 7. Семь клеточек на семь клеточек нарисовать в два раза. А теперь смотрите. Здесь я отмечаю квадрат 2 на 2 и квадрат 5 на 5. А вот здесь будет хитрее. Я нарисую тот самый большой квадрат. Косой квадрат с правой картинкой. И, господа, дальше я делаю следующее заявление. Если разрежешь пополам каждые из этих двух прямоугольников, получили 4 одинаковых прямоугольных треугольника. Замечательно. Видите ли вы их на этой картинке? Да. Отлично. Где они на этой картинке? Они в других местах, но их тоже ровно 4, и они ровно такие. Согласны? Замечательно. Ну, так все. Все. Потому что, если я теперь посмотрю на этот квадрат, то я обнаруживаю, что большой квадрат состоит из закрашенной части и четырех треугольников. Такой же ровно квадрат состоит из закрашенной другой части и таких же треугольников. Значит, сумма площадей закрашенных частей здесь равна закрашенной площади здесь. Согласны? Как и отдельное количество других математических фактов, конечно, было известно и раньше, и раньше, и раньше. Вообще, поскольку очень много всяких источников на самом деле до нас не дошло, там как-то утеряно, что-то просто сгнило, что-то там развалило, что-то мы не умеем прочитать, то я абсолютно уверен, что постепенно по мере развития истории вот это вот представление о том, в каких местах если их математику знали, насколько хорошо, уверен, что это постепенно будет так раз двигаться в прошлое, в прошлое, в прошлое, причем наверняка очень сильно будет это двигаться. Потому что, понимаете, когда люди там уже умели строить какие-то огромные там дворцы и пирамиды, и там все, ну, в том числе они умели строить, понятно, что это, ну, не, блядь, глупые. Вообще, ребята, как биологические существа за очень много тысяч лет мы вообще не их меняли. Вы способны эту картинку понять. То, я не знаю, там и пять тысяч лет назад, и десять тысяч лет назад. Человек, безусловно, мог такое нарисовать, а значит, скорее всего, рисовал, да? Это не надо думать, что наши предки были такие глупые. Но, с другой стороны, по, так сказать, легенде, это называется теорема Пифагора. Не потому, что Пифагор ее придумал. Во всяком случае, точно известно, что, конечно, 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 не Пифагор. А потому, что Пифагор создал некое философское учение, некоторый такой коллектив, который продвинулся в этих мыслях чуть-чуть дальше, а именно, задал себе такой простой вопрос. Вот, давайте, по сними, 2 и 5. Возьмем просто-напросто, просто-напросто обычный квадратик размером 2 на 2. Возьмем квадратик размером 2 на 2, и в нем вот так вот косо расположим квадратик. Значит, итак, это 1, 1, 1 плюс 1, это 2. Все замечательно. Вопрос. Какая площадь у этого квадратика? 4. Чего подобного? 4 это площадь вот этого большого. 2, конечно. Потому, что если вы возьмете и завернете вот так, то получится в точности, что беленькие имеют точно такую же площадь, как заштрихованная. Значит, у нас есть заштрихованный квадрат площади 2. Отлично. Давайте вот этот отрезок обозначим какую-нибудь букву. Какую-нибудь А. Но площадь квадрата это квадрат стороны. Получили, что 2 это А в квадрате. Пока все понятно? Да. А теперь вопрос. А вы можете придумать число, которое умножишь на себя, и это будет двойка? Вот скажем, если вы умножите полтора на полтора, сколько? 2,25. Это больше, чем надо. Хорошо. А если возьмешь 1,4 и 1,4, сколько будет 1,96? Так, так что же вы понимаете в результате? Что число А больше, чем 1,4 и меньше, чем 1,5. Ребята, если дальше еще продолжить эти вычисления, то можно доказать, что число А больше, чем 1,41 и меньше, чем 1,42 и так далее, и так далее. И я не хочу доказать, это немножко отведет в сторону, если это слишком далеко. Можно доказать, что не существует дроби, в которую, если на себя умножишь, то получится двойка. То есть, как только греки задумались вот на эту тему, так они поняли, что кроме обычных дробей существуют еще какие-то числа. И, между прочим, это открытие удивительным образом с одной стороны затормозило, а с другой стороны продвинуло греческую науку. А именно, они увидели, что не все числа можно записать в виде дробей, и это у них очень сильно подорвало веру в алкоголь. Как же? Получается, что не все можно записать. А в диаметрии, так сказать, проблем нет, да? У отрезок существует, отрезок рисовать можно. И в результате у греков возникло целое направление мысли, которое называется геометрическая алкоголь. То есть, вместо того, чтобы писать формулу, как мы сейчас с вами любим, они многое рисовали. Потому что, когда рисуют, у вас какая-то есть картинка, то придраться к тому, что там какое-то отрезки не существует, это смешно. Вот он нарисовал, как это может не существовать, если вот я вам нарисовал этот отрезок. Вот. Так вот, возникло целое направление геометрическое алкоголь. То есть, в результате вот этой, казалось бы, простой веки, они сильно стали заниматься геометрией.